Что сейчас происходит? Сейчас мы приступили к работам по освоению литья по выплавляемым моделям. Начали делать прототипирование, начали делать выплавляемые модели. Сейчас, на сегодняшний день, уже проведена нарезка нескольких комплектов 186-го. Колобка, выполнена сборка роторов на оснастке, проведена отработка сварки лазером. И сварка-сборка ротора непосредственно с помощью лазерной сварки. Все эти техпроцессы делаются и осваиваются для того, чтобы в дальнейшем максимально автоматизировать эти процессы и делать их без участия человека. Пока все идет достаточно красиво. Я надеюсь, что мы в начале следующей недели выполним первые работы по литью, по уплавляемым моделям. И пока все предпосылки к этому идут нормально, в то же время мы сейчас занимаемся освоением и подбором программных средств для математического моделирования процесса заливки. Для того, чтобы на начальном этапе при конструировании литниковой системы мы могли уже на самом начальном этапе делать заключение и анализ, и доработку. Все оснастки литьевой и технологических процессов для того, чтобы уменьшить затраты, снизить время и, соответственно, затраты времени и средств по постановке производства литья определенных деталей. Так что все это идет, работа идет, в том числе идет работа и по документам. Завтра опять будут встречи с потенциальным генподрядчиком. Также будут переговоры сейчас с целым рядом компаний. В том числе поступали предложения, уже достаточно много было предложений по тому, чтобы взять во внешнее управление заводы, которые относятся к электротехнической промышленности. Но это делать сейчас нереально невозможно разрываться между проектом и постановкой в производство ездей на других предприятиях. Это сейчас пока нереально. Но тем не менее переговоры мы ведем, вырабатываем определенные решения, которые позволили бы в дальнейшем это сделать. Когда инженерная компания начнет работать, наша с вами начнет давать разработки, вот тогда можем будет это ставить. Но в то же время надо принять меры для того, чтобы эти предприятия не были разрушены. Это не просто, это достаточно тяжело, потому что, ну, не разорваться. Но тем не менее эти предприятия российские, и я против разрушения хотя бы одного предприятия. Я всегда был против этого. И сейчас против. Не разрушать надо. А надо создавать, приумножать. Хватит нарушились. Это была политика такая, а мы все на западе купим, у нас есть много нефти, газа, продадим, купим. Не все будет. Потому что есть вещи, которые купить невозможно. И когда ты их потеряешь, тебя спокойно нагнут и сделают с собой все, что захотят. Поэтому потеря подобных производств грозит потерей суверенитета. И это, об этом забывать не надо. Никогда не надо. Надо дружить с головой. Сникерсы, баунти, да, можем покупать и там. Тампексы, памперсы, можем покупать. Но есть основополагающие тех процессы, основополагающие виды продукции, которые должны производиться у себя. Максиму Иванову Тванову поможем видеть печати и подписи на прочтенных договорах в начале обращения. Максим, я зачитал разделы о конфиденциальности. Они есть в каждом договоре. Я вам зачитал наименовое название договора, которое сейчас заключается. Он подписывается. И технический подрядчик, кто занимается строительством, технический заказчик, он знает, о чем идет речь. Поэтому конфиденциальности, я же сказал, уже везде есть. А вот этот договор о техническом подрядчике, он будет подписан в ближайшее время. Я говорил о том, что мы сейчас над ним работаем, согласуем для того, чтобы его подписать. И это один из этапов перед началом строительства. И он будет подписан. Я назвал вам стороны по договору. И это даже больше, чем то, что я обычно раскрываю. Поэтому, да, Максим, это проект договора. Но он отработан уже и будет подписан в ближайшие дни. Так что, вот эта вот работа по договорам, уважаемые коллеги, это, поверьте, достаточно серьезная работа. Потому что договор это не 2-3 страницы и не 10 страниц. Это намного больше. Ну, я говорю, кто занимался строительством и созданием подобных объектов, тот, я думаю, прекрасно понимает, о чем идет речь. И какой это объем работы. Также был задан вопрос, задавались, а есть ли в мире где-то подобные инжиниринговые центры. Есть везде, повсеместно, во всех странах. И в советское время это называлось проектно-конструкторско-технологическое бюро. Вот, ПКТБ. Поэтому, вот, проектно-конструкторско-технологическое бюро Туламаш-завод есть, да. Там тоже работает. И так далее. Там все те предприятия, которые занимаются разработкой от идеи технологии изделия до постановки его производства. Выстраивание всей линейки технологической. Поэтому все страны с высылкой эффективной экономикой, с технической развитием у всех такие предприятия есть. Инжиниринговые центры называются у кого как. Ну, мы в угоду современным тенденциям назвали это инжиниринговые центры. Ну, у нас порой по-советски это ПКТБ. Так что мы ничего не изобретали. Мы используем лучшее из того, что было создано до нас. И даже разработка вот этих обмотках, она же здесь на тех работах в области асинхронного привода, которые были сделаны до нас. Мы только лишь развиваем это и улучшаем. Поэтому я уже говорил, что мы видим немножко дальше, потому что мы стоим на плечах гигантов. Это не я сказал, не мне это принадлежит, но это очень мудрое выражение. Потому что любые достижения любого человека жизнятся на опыте предыдущих поколений, на их успехах, удачах, неудачах, на всем этом месте взят. Ну, в принципе, на сегодняшний день все новости. Потому что они касались, вот эта вся неделя касалась работы над бумагами. Ничего особенного не происходило, за исключением того, что мы, допустим, в лаборатории испытали 10500, показали результаты. Сейчас выложили только один видеоролик. Немножко взорвали информационное пространство, но, поверьте, следом за ним пойдут другие ролики, потому что там на съемках присутствовал не только Александр Сударев, были и другие участники, которые, я думаю, выскажут свое мнение об этих госпиталях. Ну, плюс... Мое вообще знакомство с проектом началось с города Вейхая, Китай, от Виктора Арестова. С него вообще пошла вот эта техника здесь, потому что мотор, опять же, я приобретал, грубо говоря, у него. Вот. Привезли сегодня три байка. Это Спарта, это Раш и ЗРЕ. ЗРЕ – это Kawasaki ZR серия, ZR400. Ну, и мы как-то решили его специально для шоурума подготовить. Вот. Ну, и сегодня такой, скажем, предпоказ легкий. Много сейчас пока недоработок, но мы старались как могли, но вот не успели. Здоровяк работает на ДА-100С, Раш работает на 90-м моторе. И Спарта – это, собственно, Колобок 318-й, привезенный из Германии, как раз с той самой Спарты. Мы, правда, ее оставили для истории и переставили все внутренности на новую. Вот. Теперь она выглядит так – 318-й Колобок, тот самый, который был в Монако. Я люблю мотоцикли, люблю моторы, мне это все нравится. И, ну, я как минимум заинтересован в новых моторах именно для транспорта. Ну, и, соответственно, также Моторайс Системс прорабатывает промышленные варианты продажи как технологии, так и самих моторов. То есть мы как бы не совсем салон, мы в целом занимаемся всем. Вот. Ну, и как бы чем быстрее запустятся все моторы, которые вообще возможны, тем лучше. Это двигатели ДА-90С, двигатели ДА-100С, которые сейчас АСПП Технологи серийно делают в Китае. Наши партнеры Моторайс Системс продают их в России, любой из вас может их купить. Можно купить двигатели отдельно, можно составить транспортных средств. Сегодня наши конференции, они все предоставлены, можно с ними ознакомиться, спросить у специалистов о них подробности. В общем, примерно так. Это наши иностранные партнеры. Мы уже говорили о том, что наша цель выходить на весь мир. И, соответственно, сейчас мы делаем очень большие шаги по направлению к этому. Именно поэтому эта конференция стала первая по истине международная. Раньше у нас были гости из Казахстана, Белоруссии, Украины. Но эти страны, как правило, страны СНГ, они почему-то не воспринимаются как дальний такой зарубеж. Сегодня у нас есть гости из Индии, из Европы, из Индонезии. То есть это люди, которые в своих регионах развивают технологию, развивают финансирование проекта. И, соответственно, помогают нам это делать так, чтобы об этой технологии узнавали в том, скажем, те люди, к которым, соответственно, менталитет, но такие же цели в развитии их электростроения. Положительно отношусь. Это нам действительно очень нужно. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что мы самостоятельно сделать это не можем. Мы не можем приехать в Индию и знать, как там нужно работать. И только они это знают. Соответственно, именно поэтому их инициатива нам сейчас очень нужна. Мы со своей стороны даем им все для того, чтобы они могли действовать. И, как показывает практика, они действительно действуют. Соответственно, именно поэтому, если они хотят, они могут это сделать. Мы поспособствуем. У нас открывается шоурум сейчас в Москве. Наши партнеры готовы открывать их по всем городам России. Если Индия, Индонезия, Европа нас будут в этом поддерживать, будем открывать и там. Собственно, сегодня более подробно я рассказывал об этом со сцены. Мы намеренно не говорили об этом очень много информации, чтобы до конца сохранить интригу, чтобы выдать уже факт, что мы резиденты. Не то, что мы скоро подпишем документ. А в Сочи это крупнейший инвестиционный форум, который проходит у нас в стране. Проходит он уже 18 лет. В этом году он был с 14 по 15 февраля. И именно там нас сделали, подписали с нами договор основной. И мы стали резидентами особой экономической зоны Алабышева. Это подписывали представители от правительства Москвы. Теперь мы можем говорить, что правительство Москвы нам полностью доверяется, с нами работает. Кроме нас там были очень много крупных других российских компаний. Мы среди них. Это показывает определенный уровень. Потому что мы там были совершенно бесплатно. Нас туда пригласили. И, соответственно, все СМИ про нас сейчас пишут. Этого информацию мы не смогли утаить. Все равно люди уже знали об этом. Одним из самых важных шагов сейчас является все-таки вступление нашей компании в особую экономическую зону. Технополис Москва. Площадка Алабышева. Естественно, 19-й год по большей части займут работы по заключению остальных договоров. В частности, договоры на аренду земли. С площадкой с Технополисом. Проектные работы по строительству зданий. Непосредственно само строительство. У нас появилось много новых партнеров. С некоторыми из них очно, лично я познакомился уже только здесь. На мероприятии, на нашей конференции. С ними также мы будем вести работу. Чтобы зритель более наглядно понимал. Работы с партнерами. Это не просто встретились, познакомились, пообщались, пожали руки. Все, заключили договор, начали работу. Требуется провести много других операций. Предварительных, подготовительных. Скорее всего, поэтому мы с ними будем вести переговоры, заключать договора. Обычно все начинается с договора о намерениях, договора о неразглашении. Это одна из причин, почему мы не можем говорить о многих из партнерах. Я очень доволен. Очень приятные, приветливые люди. Надеюсь, у нас с ними получится плодотворное, интересное сотрудничество. С ними пообщались, заметили какие-то первые предварительные планы. Что нам потребуется уже в дальнейшем обсуждать более подробно. Это финальная УШМ. Остребляет 2,2 кВт. На выходе где-то на валу 1,5 кВт. Это уже переделанная. У него двигатель уже стоит на славянке. Здесь он перепроектированный. Вот здесь вот вообще пустая часть. Это пока что он не работает. Вот здесь вот отключен он через частотный преобразователь. Здесь внутри будет частотный преобразователь, который будет его все впитать. Преимущество вот этой вот штуковины, вот эту вот, вы в Европе продать не сможете. А вот эта штука с этим мотором, вы уже можете продавать и в Европе, и в любом другой стране мира. По классу энергоэффективности и всем остальным характеристикам. Вот вам большая разница. Это вы не продаете, а это вы продаете. Вот и все. Это то, что дает уже двигатель Дуэнова. И еще демонстрация, чем отличается инструмент с мотором Дуэнова. Смотрите, так называемый выбег, да? Собойный скат. Механизм скорости. Это при том, что здесь механика еще стоит. Доктор такой. То есть он крутится нормально, мотор. Нет сопротивления самого мотора и этой механики, и включения. Вот здесь, как в оригинале. Вот разница.